Ну, если официально, то какая же коррупция? Если человек будет знать, что расценка, вот она расценка, вот хочешь получить, скажем так, композиционно читаемый номер, допустим, 777 ООО, допустим, да, или там еще какой-то, ну вот, пожалуйста, плати, причем ты платишь это вполне официально, этот сбор уходит в казну государства, там, и на обеспечение, допустим, там, того же дорожного строительства, скажем так. Ну, допустим, к примеру, но это чистые деньги, то есть они чисто пришли и чисто пошли в расходную часть бюджета, а так, что сегодня делают сотрудники ГИБДД, тебе нужен блатной номер, ты ложишь, значит, денежку с просьбой, ну, мне бы блатной номерок, естественно, эта денежка вынимается, но она уже ни в какой бюджет никуда не идет, это не учтенка, это левые деньги, это коррупция, та же самая, вот, человек получает красивые номера, за это платят деньги, которые не учитывают государства, и в доход государства они не идут, так лучше бы они шли в доход государства в чистую, потом шли на строительство дорог, там, или на обеспечение еще каких-то, там, систем контроля безопасности на дороге, это тоже дорогое удовольствие. А желающих получить номер, ну, кто-то хочет, чтобы не запоминать, там, вот эти цифры, для кого-то это вообще, там, темный лес, там, ой, какие-то буквы, человек себя чувствует неуютно, ну, может быть, память плохая, а вот, допустим, три пятерки, там, и какие-то буквы, там, то есть ему проще запоминать. Кто-то ради куража, а вот я какие-то, там, блатные номера получил, ну, пожалуйста, любой каприз за ваши деньги, но деньги должны проходить в чистую, через государственные учеты, нет проблем.